Инспекция труда скрывает факты несчастных случаев на производстве. О том, что в прошлом году таких инцидентов на рабочих местах произошло более 2,5 тысяч, выяснилось только при проверке. Да так, что даже до депутатов дошло. Статистика, за которой жизни и здоровье конкретных людей у Игоря Масунова. О возможном новом повороте в деле казахстанских студентов США далее. По отчетам вице-министра здравоохранения и социального развития, в 2014 году 2006 человек получили травмы на производстве, 334 погибли. Эти цифры существенно разнятся с теми, что парламентариям предоставил ранее комитет по статистике. То есть данные комитета показывают тенденцию количества смертностей на производстве к снижению, а травматизм к увеличению. Таким образом, указанные цифры вводят в заблуждение и непонятно кем, и как ведется контроль над статистическими данными о травматизмах и погибших на производстве людей. Виной тому многочисленные попытки скрыть факты ЧП на производстве. Больше двух с половиной тысяч несчастных случаев произошло в прошлом году на рабочих местах, о которых предприятия, ответственные за это инспекторы, предпочли умолчать. 19 человек пострадали при обрушении строящегося моста в Алматы. ЧП, произошедшее месяц назад, скрыть не удалось. Стройки и промышленное производство в целом лидируют по количеству несчастных случаев. Эксперты это объясняют тем, что там зачастую работают люди без специального образования, которые не знают или игнорируют правила техники безопасности. И все же главная причина – предприятиям выгоднее выплачивать компенсации рабочим, чем создавать безопасные условия труда. Мы не несем ответственность, как положено. Совершилась трагедия на предприятии. Обтряхнули руки, заплатили семье, считаем, что мы выполнили главную задачу. Я все-таки предлагаю в период подготовки сегодня рассмотрения нового кодекса о труде и те законодательные документы уголовной, административной ответственности увеличить прежде всего ответственность через штрафные санкции. Штрафные санкции не самое главное, уверены в Министерстве здравоохранения и социального развития. В ведомстве отмечают, тут нужен комплексный подход. Речь идет об отдельных направлениях. Во-первых, это совершенствование институтов страхования. Во-вторых, это касается обучения инспекторов труда. Во-вторых, в-третьих, это усиление институтов государственно-частного партнерства в этом направлении. Это совершенствование методологического учета, то есть статистики, о которой говорили. Сегодняшнее обсуждение – это лишь начало большой работы. Уполномоченные органы озвучили наиболее острые проблемы и обменялись мнениями о том, как их можно решить. А уже осенью представители Министерства здравоохранения и социального развития обещают принести в парламент проект нового трудового кодекса. Игорь Муслов, Талгат Аханов, Булат Шахинов. Главные новости. Первый канал. Казахстана.